в ожидании в ожидании прошлый день потому что андрюша я очень хотел тебя видеть вместе с евгений да вот запись пошла и сейчас мы можем записаться я вас приветствую сердечно друзья андрей ты представляешь что мы сейчас затеяли мы сейчас поможем всем актерам и всем артистам всем кто хочет получить вторую жизнь вторую молодость благодаря тебе так серьезная история это очень это очень важная миссия даже гитару положу нет я лучше спой и скажи что-нибудь да спой и скажи что-нибудь друзья вы знаете я думаю знаете это это замечательно есть фраза что оптимист это человек который даже на кладбище видит одни плюсы понимаете на самом деле все все люди которым помог доктор хасай они все-таки изначально верят в самые светлые в самые добрые вы посмотрите на нашего доктора на него просто-напросто это неисправимое чувство поэтому для того чтобы исправить какие-то проблемы своей жизни в своем здоровье нужно быть неисправимыми оптимистами и знаете вот а в общем что говорить если у вас нету дома пожалуй не страшны и жена не уйдет к другому если у вас если у вас нет жены нету жены если у вас нету жены ее не отравит сосед и с другом не будет драки если у вас если у вас если у вас друга нет друга нет оркестр оркестр гремит постами трубачка 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 думайте с вами решайте сами иметь или не иметь 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 если у вас нету тети то вам ее не потерять и если вы не живете то вам и нет 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 умирать не умирать не умирать не умирать оркестр кренит постами трубачка тувами думайте сами решайте сами решайте сами иметь или не иметь 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 Или не иметь Кстати, между прочим, в этой песне был и четвертый куплет Стихи были из четырех куплет И автор Ну просто-напросто он Ларизанов Как мудрый человек, не стал этого делать Четвертого куплета Если у вас нету тещи Ее не отравит сосед И жена не уйдет К другому Если у вас друга нет Если у вас Если у вас Если у вас друга нет Другого нет И все вместе поем Оркестр гремит по сами Трубачку дувает Думайте сами Решайте сами Иметь или нет Иметь или нет Андрюша, представь себе Как ты здорово спел Я сразу вспомнил Это время Это время золотое Слушай, а как бы нам вернуть Это время по настроению По самочувствию По состоянию для всех Актеров Я вот в последний раз Выступал в доме актеров В доме ветеранов В доме ветеранов кино и театра По моему имени Яблочкина Это было 7 лет назад А сейчас А сейчас как мы это сотеем Например, в зум всех соберем И покажем такие простейшие приемы Которые оживляют Дают новое дыхание Улучшают здоровье Самочувствие Дают энергию Да, вот так сделаем Я думаю, что надо просто-напросто По времени немножечко Собрать всех Я думаю, что Как правило Артисты, они же как перелетные птицы Они люди сезонные Я имею в виду, что вот сейчас Начнутся сезоны в театрах И даже те, кто сейчас не работают в театрах Даже те, кто сейчас на пенсии Они все равно люди сезонные Лето для них Это пора отпусков Я думаю, что мы где-то в сентябре В сентябре уже кинем клич И соберем Мы подключим и гильдию актеров кино России Мы подключим волонтеров Из зрителей Которые любят артистов В общем, соберем толпу В зуме Да, это очень важно Потому что я вот смотрю Там очень многие уже в возрасте Они так нужны людям Так люди их любят И любят их и штангисты И таксисты И министры И шахматисты И все их любят Да И как бы нам их сберечь Не только для них самих Но и для народа Для человечества Для всех Вот как бы нам сберечь Я думаю, что Я думаю, что вы Просто-напросто В этом отношении Поможете И знаете Это будет как в стихах Организованной толпой Коробы шли на водопой Ну, в общем Организованной толпой Мы соберем всех в зуме И Расскажи какую-нибудь историю, Андрюша Расскажи какую-нибудь Я расскажу Я расскажу историю О великом Замечательном артисте Алексею Владимировичу Савастьянову Здесь вместе работал В театре комедии В Питере И Значит Это вообще был Громад Ну, рост Человек За два метра Ростом И весом Ну, где-то Полтора сантимера Значит Человек С величайшим чувством юмора Если вы помните Был такой фильм Леонида Быкова Зайчик Так вот Он там играл Значит Врача Психиатра Значит И Он ходил с тросточкой Когда я пришел в театр Он уже был Достаточно взрослый Алексей Владимирович И Когда в театр Привезли весы И Все побежали взвешиваться Ну, как идиоты А он же Алексей Владимирович А что же вы не взвешиваете Достаточно того Что я знаю Сколько мне лет Мне 87 Значит И Он рассказывает Значит Как ты Белой ночью Значит Возвращаешься Я с работы К себе домой На Исакивскую площадь И Две Подружки Девчушки Не местные Видать Из Москвы И он показывает На Исакии И говорит Дедушка Что это за церковь Я ему ответил Что это собор Парижской Богоматери А наш Исакий Поехал в Париж По культурному Обмену Значит И вот И вот В 85-й год Значит Навстречу 40-летию Великой Победы Значит Все театры Готовят военные Спектакли А театр Комедии Ну В комедии Да Вот И Значит Нашли пьесу Которая Называлась День Победы Среди войны Горучавы И Хатиновского Это такая Романтическая Пьеса О музыкантах Которые Делали Готовили Седьмой симфонию Шостаковича В Питере Причем Это Романтическая Пьеса Где не было Скрипача Трубача Там была Скрипка Была Труба Была Флейта Пиколов Был дирижер Была Поэт То есть Вера Ингер Ну В общем И Я Играл Артиллериста Который Был влюблен Во флейту Пикола И Собирал Там На минном Поле Цветы Вот такой У меня Был персонаж Который В итоге Погиб Ну В общем Все нормально Алексей Владимирович Получил Распределение На роль Трубы Он Говорит Странная История Как я Со своей Комплекцией Попал В блокадную Пьесу Видимо Для того Чтобы люди Понимали Что от голода Не только Тащают Но и пух Значит У него Была такая Шляпа Шарф И была Сцена Значит Игорь Борис Дмитриев Сидит Середина Первого Акта Он сидит На авансцене Сзади Появляется Алексей Владимирович В шляпе В шарфе И говорит Маэстро Я Кабацкий Музыкант Но сейчас В блокадном Ленинграде Нас осталось Мало Послушайте Меня Может Я вам Пригожусь Он Подносил Трубу Губам И значит Он Выучивал Вот эту Первую Ноту Чтобы все Остальное Подхватило Фонограмма Остальное Папайра Папайра И вот Он Весь театр Мучил Этой Трубой Но в итоге И вот Сдача спектакля Апрель В Питере Битком Битком народу Управление Культуры Обком Горком Значит Надзирающие Органы И значит Ты народ Зрители Бесплатные Мамы Папы В общем Поклонники И Алексей Владимирович Значит Все Подходит Его время Игорь Борисович Дмитриев Алексей Владимирович Выходят Маэстро Посмотрите Может Я пригожусь В Питере Нас осталось Мало Он Скидывает Трубу И вдруг Он ее Роняет И вот Эти два метра Ростом Эти полтора Сантима Наклоняется За трубой И вдруг На весь зал Он Смотрит В зал Детскими Глазами Гляди Сама Сыграла В зале Началась истерика Артиста Который Всю жизнь Ждал Свою Коронную Репризу И которая Явилась Столь же Внезапно Сколь Причина Ее Продившая В зале Вообще Истерика Просто Браво Акимовский Артист Браво 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 Говорит Но Давайте Вспомним И вернемся В те времена Когда Люди Не пустили Хама В город В котором Жила Культура Которая Дала Этому Городу Возможность Дать Не Дайте Мне Инструмент Ему Из-за Куль Сдают Трубу Он Скидывает Трубу И Фонограмма Пошла И те люди Которые Только что Ржали И кричали Браво Акимовский Артист Все В сопрях Ну в общем Слезы Занавес Пошел Спектакль Продолжился Это О том Как Человек Может Как великий Артист Может Все перевернуть Перевернуть Управляя Людьми Искренне Сердечно И имея На то Право Потому что Алексей Вадимович Был Действительно В блокаде Все это Все это Помнил И видел Вот Но вот Эта фраза Гляди-ка Сама Заиграла Она Она Была Просто-напросто Коронной Легендой Театра Коведи На Невском Проспекте В доме Номер 56 Что над Елисеевским Гастрономом Вот так Андрюша А вот Теперь я Знаю Что мы Еще Можем Сделать Для того Чтобы Забрать Побольше Людей Чтобы Они Еще Пока Не Понимают Что Они Могут Получить Здоровье Они Еще Не Понимают Что Они Могут Получить Здоровье Вдохновение Вторую Вторую Жизнь Я Знаю Что Мы Можем Сделать Давай Мы Еще Несколько Раз С тобой Встретимся Чтобы Ты Рассказал Несколько Историй Интересных Таких Историй Как Сейчас А я Расскажу Как я Дружил С Рейербергом Я Расскажу Как я Дружил С Ниной Масловой Я Расскажу Как я Дружил С разными Артистами С Наташей Вилькиным С другими И даже С той Которая Играла В Гиперболоиде Гарина Гиперболоиде Гарина Она Терентьева Одна из самых Аттрис Она же Была Моя Приятель Конечно Конечно А потом Эта дочка У меня Занималась Обучалась Саморегуляции По методу Крут В свое Время Еще Маленькая Была Вот так Вот Давай Мы с тобой Несколько А ты Еще Споешь Сегодня Что-нибудь Сегодня Ну Давайте Давайте Вот У нас 28-го числа В воскресенье Мы играем С Валентиной Лыреновной Талыжиной Мы играем Волки и овцы Ян Дюрмали На фестивале И сказал Говорит Анкутин Я хочу с тобой Спеть Я хочу с тобой Спеть И так Случилось Что Она Замутила Этот спектакль Волки и овцы Который Стал ее Ей 87 лет Который Стал ее Бенефисом И в этом Бенефисе Значит Она заставила Меня петь Дорным Цыганским Голосом А потом Запели все И в итоге Волки и овцы Получились Просто-напросто Александр Николаевич Островский Волки и овцы Водевиль Водевиль Мюзикл Вот И там Я вот пою Этот Роман Чисто по ее Просьбе Это была просьба Ее репертуарная Как хочется Порой В последний раз Поверить Не все ли мне равно Что Звудется Потом Любви нельзя понять Любовь нельзя измерить Ведь там На дне души Пусть эта глубь бездомная Пусть эта даме туманная Сегодня нитью тонкою Связала нас Сама Твои глаза зеленые Твои слова Обманные И эти песни Звонные Сверли меня С ума Проглянет Солнце Луч Сквозь Заперты Ясно В ней И так же Как тогда Кружится Голова В ушах Еще Звенит Наш Разговор Недавний И так же Как сейчас Звучат Твои слова Пусть эта глубь бездомная Пусть эта даме туманная Сегодня нитью тонкою Связала нас Сама Твои глаза Зеленые Твои слова Обманные И эти песни Звонные Связали меня С ума Не нужно Ничего Ни слез Ни сожалений Было Мне теперь Конечно Не вернуть Но хочется Хоть раз На нескольком Гновении В речную Глубину Как в сердце Загляну Пусть эта глубь бездомная Пусть эта даме туманная Сегодня нитью тонкою Связала нас Сама Твои глаза Зеленые Твои слова Обманные Эти песни Звонные Связали меня С ума Спасибо Браво Спасибо Спасибо Андрей Спасибо тебе Огромное Я думаю Мы затеяли Очень хорошее дело Полезное дело Затеяли Спасибо тебе И Женечке Спасибо большое Действительно Мы Мы Сейчас В нашем штабе Договоримся Оператор Евгения Анкудинова Покажи на себя Ну покажи Да вот сюда На себя Вот Мы в нашем штабе Быстренько Придумаем Периодичность Вот этих Наших Подготовительных Встреч Потому что 15-20 минут Они никого Не Не нагружают Ни на кого не напрягают Договоримся О том Когда Как после репетиции У вас Когда будет время Просто Встречаемся Поем Разговариваем Веселимся И таким образом Готовим Большую нашу акцию Да Минут 15 Мне кажется Прям можно Даже Один раз в неделю Один раз в две недели Мне кажется Это очень хорошо Да Отлично Да Просто отлично Я думаю Нас поддержит Вся наша школа Человек будущего Homo Futurus Да Все поддержат И я прошу Всех писать комменты Потому что Мы на самом деле С Андреем И с Евгением Мы сейчас Затеяли Такое большое Дело Потому что Это большой Подарок Для всех Для всех Актеров Для ветеранов Это очень Большой подарок Пускай они И берут И пользуются Конечно Мы дадим Методики Отработанные Которые Практически И утверждены Официально Официально Это прекрасные Методики Пожалуйста Пусть берут Пользуются И мы все Будем беречь Актеров Наших Режиссеров Наших Операторов Наших Которых Мы любили Столько фильмов Смотрели Да и просто Людей Которые Живут На этой Сети Потому что Весь мир Театр И люди В нем Актеры Да Именно так Именно так Спасибо вам Андрюша И Евгения Спасибо большое До встречи До встречи До встречи До встречи Друзья До встречи До встречи